ну что ребята всем привет вы снова на канале тесла как я и говорил по просьбам подписчиков я разобрал стенку короче вот здесь вот сейчас так спонтанно сварганил кое-что общем новый такой интерьерчик сделал надеюсь что будет вам значит удобнее смотреть вот ну и пока пока у меня других идей нету пока останется так а потом я уже буду смотреть что изменить единственное сейчас снимаю с трех ракурсов и ну как бы вам нужно будет подсказать мне какие ракурсы более выгодны вот но одна камера стоит сейчас данный момент так чтобы вы видели полностью вот здесь полностью вот этот вот рабочее место скажем так да вот она естественно снимать с нее я не буду с этого ракурса потому что я не придется вот тут всегда стоять спиной к этой камере поэтому смысла нету ее можно повесить сверху типа ну вот так вот да типа вот так вот где-то отсюда вот так вот повесить чтобы сверху был вид вот но пока она вот так постоит значит сегодня находки есть но скажем так находок не особо много что у нас есть которые хотел бы поговорить вот есть находки неплохие в общем сейчас давайте все все по порядку значит первое сейчас я камеру вот эту отключаю одну которая будет за спиной мы и вот вот такие вот вещицы я заказал так это пока сторона подвинем заказала такие вещицы как бы я думал использовать их как к держатели для камер на китайском сайте заказано было стоят копейки короче вот как там показано что вот так вот куда угодно типа прицепил и потом вот сюда это правда для мобильников мобильник света цепляешь и значит что-то в общем вы видите что и как смотрите вот это китайский квалитет у меня еще есть таких 2 вот уже оформил возврат короче вернуть деньги а это я выкину нафиг и все вот но уже вот так иногда бывает на сайтах и китайских вот на такую хуйню нарываешься извиняюсь за выражение а плохом не будем будем а хорошим значит что у нас было найдено она привезено было железо много сейчас я вам покажу значит интересные были железки найдены хотелось бы сразу показать вот у меня кстати сейчас камера работает вот вот этого пола банка пола банк тоже был вот сегодня буквально привезем вот такой огромный насколько он я не знаю но у него три выхода короче есть и один ход плюс фонарик но это большой то есть если взять мой то это в три раза больше чем мой в общем хороший в принципе должно надолго хватать все я его подсоединяю читать него сейчас снова камеру и дальше будет снимать что такая это была первая находка вот у нас вот так вот было железо найдено вот такое что это у нас такое но это м сишка вот такая вот камера к карта видеокарта что с ней как бы она для обычного компьютера пойдет потому как у есть уже и земли вот дальше были найдены старые совсем такие вот видюхи но это конечно же пойдет на афинаш еще одна вот такая старенькая старенький но чистый интересно что чистые красивенькие такие вот еще одна и и вот такая вот такая штукенция была найдена стоит амд атлон 64 x2 вот ну старая тоже вещь короче естественно что тоже по ней плачет афинаш а была еще найдена вот такая видеокарта это уже более менее интересная интересная чем ну то есть она конечно же не мощная она конечно же там я не знаю сколько сейчас мы я возьму свои волшебные очки найду найду я их сегодня я ими сегодня только что недавно пользовался а куда положил а вот они лежат наконец-то нашел сейчас мы прочитаем что это за аппарат значит это у нас ну 256 мегабайт написано тайвань и так далее вот иисус все железо старенькая интересная вот эта карта тем что она вот с таким кулером своеобразным этот кулер он ты он крутится его можно повернуть вот так допустим в эту сторону либо повернуть вот так в эту сторону то есть интересное интересное такая такое решение не знаю насколько она была практична вот тем не менее такая фигня и еще значит у нас были найдены еще две видеокарты это вот такие значит что у нас здесь давайте афинаш в сторону уберем кто-то кстати у меня просил вай-фай карту вот она вай-фай карта для компьютера не знаю сколько она хорошая но тем не менее вот она в общем вот такие две видюхи это 512 мегабайт то же самое ее мощности и и да хотя и смотрится уже вот так вот вроде бы как круто но тем не менее вот такие воды это что касается железа ну еще не все здесь я вот припрятал кое-что и сейчас я вам покажу по оператив очки что вот столько оперативки было привезено и из них вот такие вот от корсая очень много планок и вот такие еще от хитекс 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 кингстон то же самое вот и здесь кстати еще одного старинная карта то есть то что ребят и так продолжим до сейчас большие проблемки возникли у меня тут с с камерой не ту карту поставил кота кончилось пришлось менять ну и так далее вот ну ладно в принципе можно продолжать дальше у нас вот такая находка была открывая при вас не знал что здесь честно говоря открыл тут карманчики в карманчиках там ничего карманчиках ничего такая папочка это у нас карманный переводчик я так понимаю которыми уже никто не пользуется давно да и наверное когда они были актуальны тоже вряд ли кто нормально ими пользовался в общем говно это что у нас дальше как я сказал уже есть еще две находки 1 убойная 1 очень убойная ну начнем наверное давайте вот это вот я сразу выкину со стола что здесь не было в принципе это пойдет опять на свалку потому что она не нужна никому начнем с убойной находки значит вот так положу вот так вот ребят и несколько минут даю вам на раздумья что это такое написать в комментариях кто думает что это такое кто что кто кто какого мнения что это такое вот и значит что открываем смотрим это у нас вот такая вот вещица если кто-то знает что это и с чему едят тот скорее всего знает что это вещица очень дорогая короче вот такой вот олимпус в общем я вам скажу это диктофон обычный диктофон олимпус и его цена нового короче порядка 20 240 евро вот так вот он включается и так тут блин опять меня отвлекли короче вот включается он вот такой издает звук ну и тут вот они на его все вот эти вот значит установки так далее ну вот можно в принципе можно сразу вот взять и записать что-либо да алё гараж а хапкин на проводе в общем работает все перфект если нужно стереть значит ну вот так вот пойти все стерли опять чисто сюда можно карту вставлять то есть у него есть своя память и у него есть может еще карту вставлять в общем я горю ребят 240 евро стоит такой прибор новый если его продавать как бы ушный то ну естественно цена будет в разы меньше но тем не менее хорошие деньги ну такая вот убойная находочка была найдена туда ставятся обычные батарейки либо аккумуляторы ну как батарейки и значит на этом он работает ну еще одна находка считаю ее тоже неплохой потому как находка рабочая я уже включал проверял кое-что это у нас за такой банк вот такой огромный баймер от фирмы шарп такая крыженция на нем подключаем здесь кнопочку нажать потом включать вот он значит начинает работать сейчас вы увидите пойдет синий свет немножко немножко подождать на пока он начинает работать и значит что в принципе он я его направлял на на потолок потому здесь здесь вы не хватает немножко места так что от него нужно выключить я зря нажал эту лампочку я нажал вот эту кнопку он лампочку отключил поэтому мне его сейчас нужно выключить и включить снова вот так на стенке вот там будет видно изображение которое выдает ну естественно с резкости тут резкости ему маловато места здесь это нужно немножко дальше ему нужно метра два хотя бы чтобы он мог сфокусироваться вот это так в принципе я на потолок направлял на потолке он показывает более-менее все нормально уже вот но если сейчас вот так получится если у меня я вам покажу тоже на потолок направим камеру можете увидеть что с резкостью у него в принципе все порядке вот так вот ну картинку мы сейчас не ставим потому что некуда его подсоединить а вот здесь можно его настройки все увидеть да то есть как бы там он уже все ловит если резко слить ему здесь даже тоже еще маловато ему место конкретно метра два чтобы он нормально работал вот прибор хороший приборы мне такие ребята заказывают мои знакомые потому что у многих свои дома и многие у себя дома организовывают такие вот ну чисто место для отдыха где можно у некоторых и у многих даже есть там же и сауна внизу и место где можно посмотреть футбол попить пиво и так далее вот тогда баймеры ставят и на всю стену получается картинка хорошая акустика и такое ощущение немножко ощущение такого стадиона стадиона ну в общем вот такие сегодня ребятки зачетные находки значит ставьте ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментариях значит что в этой вот скажем так студии мои новые что не так кому бы что хотелось поправить возможно где-то как-то раку с камерой изменить возможно где-то свет поставить по-другому и так далее в общем пишите советуйтесь будем я буду прислушиваться естественно к советам к вашим на этом пока все всем удачи и до следующего видео